всем добрый вечер здравствуйте всем добрый вечер здравствуй страна всем здравствуйте здравствуйте присоединяемся надеюсь что вы подготовили вопросики потому что о том что будет эфир я сообщила заранее вот если есть вопросики сразу пишите поболтаем с вами посидим вечерочком добрый вечер людочка добрый вечер очень любим вас спасибо наташ очень приятно доброго вечера жара у нас дико это правда сегодня я ехала 35 градусов показывал у меня в машине температура забор за бортом рада вас видеть в эфире спасибо сохраните эфир сохраню привет севера как у вас там на севере как температура я слушала по новостям сегодня погоду что в москве на следующей неделе будет до 40 градусов жара что какая-то жара идет что 100 лет такой не было привет с байкала привет в астрахани пока прохладно зато у вас вкусная рыба в астрахани я была у вас в астрахани два раза какая же у вас рыбка вкусная здравствуйте вы честное спасибо анкара привет смотрю сейчас эфир и стараясь с вами ну и как большая разница привет с алтай у нас тоже 35 тени да 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 у меня ж на алтай сестра живет минск привет плюс 35 вау как у нас кстати вот не интересно а в минске тоже цикады также стрекочут когда такая жара вы как всегда мягкая добрая красивая спасибо людочка спасибо большую очень приятно великолепно выглядите супер спасибо огромное иду с работы в пуховике это где это такое пуховик трема вы красотка что тогда что сейчас спасибо но мне кажется что я когда на себя смотрю там я себя с трудом узнаю если честно монана добрый вечер банджур добрый вечер вам с бельгия спасибо леночка и вам привет ростов тоже привет а мне сейчас гости были я заваривала вкусный чай какая вы красавица энергетика приятно женственно спасибо успекистан смотрите какой чай очки я заваривала красиво салават уренгой привет супер спасибо огромное так вопросы будут какие-нибудь или мы просто будем здороваться добрый добрый вечерочек но давайте я буду задавать вам вопросы давайте расскажите меня светланочка чекмарева привет я хочу у вас спросить напишите мне у кого есть дача или свой дом кто занимается садом огородом есть тут такие или нет прям интересно не хватает ваших прямых эфиров с рецептами азалия мои прямые эфиры с рецептами были очень давно мне кажется лет пять уже назад это уже ушло точно канула в лето я вообще не знаю как я их записывала потому что вот сейчас уже с высоты прожитых после этого лет я понимаю что это достаточно сложно и как я это выдерживала я вообще не понимаю потому что я помимо того что я читала ваши вопросы в этот момент я еще готовила показывала и там же нет права на ошибку когда ты в прямом эфире готовишь у тебя нет права на ошибку что тебя что-то разольется или что-то там неправильно получится и как я это все готовила и помню какой-то эфир был что я приготовила сразу три блюда за час ну уникум сейчас я уже постарела это уже не такая шустрая поэтому мне сейчас сложнее будет на даче отмечая свою ртутную свадьбу а так мы живем частном доме прекрасное интервью на одном дыхании добрый вечер готовка картошечки с курочками же было нет не было но я собираюсь делать потому что очень много запросов кто хочет приготовить чудесная семья мы на кипре и в россии 50 на 50 живем казахстан привет казахстан это же моя родина вы же знаете да я думаю что вы знаете у нас есть дача муж занимается стройкой не дает мне пока внести изюминку сад дом бани а сейчас и не нужно сад когда идет стройка сад сажать точно не нужно потому что у меня была такая ошибка сначала сад а потом стройка это в палском посаде и очень многие растения погибли либо заболели от того что идет стройка пыль какая-то строительная что-то упала что-то помяла там еще что-то поэтому лучше пока не сажать где посмотреть интервью а на ютюбе я сейчас на даче до 5 лет прошло как картошку жарили почему я устал от бытовых дел каждый день ссоры как не реагирует на мужа его агрессию а может быть просто стоит понять мужа почему агрессии но не может же просто так он агрессировать если агрессия идет значит вы его раздражаете значит что-то вас его раздражает сядьте поговорить и вот прям сядьте вот так по-хорошему налить и чайочку и прям скажите давай разберем что не так я не хочу с тобой ссориться ты мой муж я тебя люблю поэтому мне хочется чтобы у нас было с тобой гармония давай разберем что не так почему ты злишься что я не так делал скажи я должна знать и я исправлю а мне не нравится когда ты крессируешь я пугаюсь я же девочка я пугаюсь ты сильнее меня ты мужественнее меня конечно я пугаюсь поэтому давай мы с тобой разберем и уберем это из наших отношений и все не страшно часто летать нет да кыргызстан привет здравствуйте добрый вечер вы сейчас россии нет сейчас я на кипре истамбул привет что за красотка спасибо рита в турции рита рядом брита здесь буквально в 10 минутах ходьбы приятно вас видеть случайно попал на эфир спасибо уля с семьей не знаю мы пока еще не обсуждали ну как обсуждали но пока они не прилетят то что кирюша занимается футболом профессионально поэтому там идут какие-то тренировки игры и так далее и пока нет но я скоро прилечу москву так что помню как вы мечтали продать дом быть ближе к своим дочкам любуюсь и восхищаюсь как все сложилось так и все получилось мы продали дом купили квартиру рядом с полей и олежкой а и купили дом рядом с ритой получается что рядом с ребятишками и там и там вы как интересно слушать это со стороны если мужчины не готовы разговаривать знаете есть такая хорошая поговорка нет неразговорчивых мужчин есть женщины которые не могут расположить мужчину к разговору если ваш муж не готов разговаривать с вами но и дело плохо нужно прям вот разобраться в чем причина потому что для меня лично семейные гармонии семейные отношения это когда ты можешь разговаривать со своим мужем на любые темы хоть до утра то есть вам интересно вместе вы что-то вместе обсуждаете если вы не разговариваете то это уже это прямо на бат это даже не звонок это прямо на бат то что есть проблемы в отношении если не разговаривать то эти проблемы будут накапливаться и вылезать как снежный ком на накручиваться зачем это нужно как самочувствие риты сейчас она очень милая сейчас лучше спасибо большое вот еще решить был вопрос с хирургом чтобы и ушка прооперировали и вообще было бы замечательно на кипре классно мой такое теплое сейчас бассейн теплющий море теплющий просто вообще прелесть а реально на пароме из турции на северный кипр да реально сейчас запустили и паром идет вам полтора часа по морю да реально вполне да есть такое так здравствуйте как у риты здоровья ответила как с погодой что-то на мали какая-то самая главная аномалия которая сейчас есть такого не было ни в один год как я сюда приезжаю это то что постоянно висит пыль вот это пыль из африки которая раньше там два три два три дня держалась за сезон сейчас на это два три дня только она была без пыли сейчас постоянно нависит если раньше синоптики про прогнозы давали когда ее не будет насколько она пришла сейчас они замолчали вообще потому что она постоянно вот я смотрю на горизонт все горы все как будто в дымке но это не дымка это стоит пыль она даже такого цвета немножко как бурого вот поэтому пока вот так живем на сразу видно у нас стоит теннисный стол настольный теннис во дворе он голубого цвета и когда ты выходишь и прям вот так вот лежит пыль просто ты его протираешь моешь на другой день выходишь опять пыль лежит ну вот так ашхабад привет как понять что мужчина мой человек я то вам точно не объясню вы должны это чувствовать это каждая женщина чувствует также как и мужчина чувствует здравствуйте почему мужчины не хотят серьезных отношений все обещают только на словах мне 35 лет никто из мужчин не хочет брать ответственность вокруг одни женаты вы знаете в 35 лет наверное уже гораздо сложнее найти мужчину для серьезных отношений это уже прям как лотерейный билет я так сказала потому что хорошие практически все заняты а те которые не заняты вопрос почему то есть какая-то проблема либо развод вопрос почему либо маменькин сынок это ничего хорошего либо если он не женат то значит может у него что-то справа какая-то проблема тоже то есть вот прямо сложновато здесь другой вопрос как этому относитесь вы если вы к этому относитесь как большой проблеме это другой вопрос я понимаю что хочется семью и так далее но тут на этом лучше обратить внимание на себя и заниматься какие-то какой-то своей жизнью свои интересы и так далее и отпустить эту тему чем больше вы в этой теме чем больше вы об этом переживаете тем хуже будет вы знаете как говорят перегревайте канал не перегревайте канал постарайтесь отвлечься от этой темы обязательно все будет море недалеко по 2 километра а у нас там не работал дизайнер у нас доме все придумывала я вообще полностью все это после падения да еще хочется рецепт засолки рыбы ой мне кажется что этих рецептов настолько много кругом я рыбу солила там не за пару раз в жизни своей мне кажется так просто ничего для с погоды климат меняется в этом все ученые трубят на люди продолжают не верить меняется и меняется ничего страшного в семей на солнце больше 50 градусов просто ужасно семей всегда так было я когда там жила 40 в тени как быть нормально было всегда там жарко жарко но 7 по-латински сухую климат и там жара переносится проще чем когда жарко и влажный климат поэтому там и мороз и жару переносишь гораздо проще или вы отпустили дал паскал посаде не болит душа при воспоминании вы знаете дело не в доме это точно совершенно потому что до дом конечно мы столько вложили души и все там больше дело в том как мы там жили а вот в этих воспоминаниях то что мы собирались там всей семьей очень часто то что на больше было общение больше времени вместе проводили праздники всегда семейные еще и друзья приезжали то есть дом прям жил вот такой вот прям было классное время когда мы вспоминаем об этом с огромным удовольствием и с ностальгии конечно же и щемит сердце потому что сейчас так получилось что мы не можем собраться все вместе ну вот никак кто-то один до отсутствует вот вот никак не получается все вместе собраться ну сейчас еще такая обстановка видите каким кормом кормите чехов как они переносят жару ну я стараюсь их не выводить сильно на улицу они буквально прогуляются 10 минут я их завожу домой они сами просятся потому что они маленькие в жару сердечко может не выдержать либо тепловой удар поэтому под кондиционером дома неся шикарно чувствую прекрасно а так выгулять немножко пройтись и тут же домой пыль не вредна для здоровья ну конечно вредна ну что делать ну вот как-то так живем все вот так что думаете питание 16 8 я думаю что она не всем подходит по кому подходит так ради бога но абсолютно точно вот мне она не подходит такая система поэтому я думаю что нужно каждому подбирать под себя если вам подходит ну замечательно да мы купили это то да вы классно очень хорошие веселые побольше готовки блюд с удовольствием смотрю stories и спасибо подскажите пожалуйста насколько эффективны пластиковые штучки на батарейках от змеи расскажите о них я их покупаю регулярно но вот у меня просто стояла меня спрашивает у вас же стоит значит не работает не действует нет действует просто так которая стояла в том месте где садовник нашел змею там не работала на то есть она на солнечных батареях и и залило почему-то водой там внутри была вода и она не работала поэтому мы сейчас я купила четыре штуки мы сейчас расставим во всех местах которые только можно плюс 2 у нас еще есть то есть 6 штук на наш небольшой участок будет отлично единственное конечно вот этот звук но к этому тоже привыкаешь не боитесь вы конечно боюсь а кто не боится не знаю мне кажется вообще все боятся ваш муж такой же перфекционист как вы конечно нет вообще абсолютно нет он не замечает тех вещей которые вижу я и он говорит как мне тебя жалко я вот иду ну ну чё там покосилась не покосилась я даже не вижу как мне тебя жалко что ты это видишь и тебя это раздражает приносит какой-то дискомфорт и ты стараешься все исправить либо попросить меня вот если бы ты это не замечала ты бы спокойнее жила как я ну вот как-то так если не продлили внж они повторно будут подаваться да они будут подаваться повторно они наняли юриста поэтому будут подаваться добрый вечер вы верите в сглазцы и порчу я верю в силу духа если вы верите в это то обязательно что-нибудь случится если у вас внутренний стержень сильный и вы не верите в эту чушь то тогда будет сыпаться все я верю в силу нашего мозга силу нашего интеллекта вот в это я очень сильно верю вот знаете есть такое когда вы представляете себе допустим вам говорят слово лимон и у вас сразу выделяется слюна и кисло во рту и вы представляете вот сразу да вот точно так же вот с этим совсем как только вы подумали про слово порча у вас сразу вот это что навеяно всякими фильмами и вот этими передачами про экстрасенсов и так далее страхи и ваши страхи берут верх и они начинают действовать на вас также точно как если бы вы подумали о чем-то другом или допустим вы подумали про змею и у вас сразу вот так вот прям мозг очень-очень это такая время машина компьютер классный то что вы представляете это сразу отражается на ваших ощущениях поэтому также про порчу и про сглаз если вы в это верите то это обязательно наложит отпечаток на вашу психику на вашу жизнь и на все остальное как вы справляетесь с хейтом мне кажется так морально тяжело честно уже все равно я вот в интервью послушайте интервью там достаточно на многие темы я ответила в этом интервью на многие вопросы очень подробно рассказала вот кто смотрел интервью всем очень понравилось поэтому послушайте интервью я сейчас выложу рилз и там будет отметочка вы можете посмотреть это интервью вот поэтому мне кажется это многие вопросы открыла и по поводу хейта там в том числе ну что могу сказать по поводу хейта до раньше когда я только начинала я расстраивалась мне хотелось каждому кто меня обижал оскорблял думал обо мне плохо либо писал обо мне неправду не хотелось каждому доказать написать когда я не такая то вы что как вы могли вообще поверить в это во все и так далее но со временем я же долгое время уже получается и на экране и в инстаграме в том числе со временем у меня наверное очень много переосмыслилась я поняла что это бесполезно что все равно люди будут верить в то что хотят если у человека внутри плохо то он по-другому не может мыслить если он счастливый хороший то он тоже не может по-другому мыслить у него вот его хорошее настроение он думает о людях хорошо и так далее поэтому здесь уже принять лучше так что счастливый пытается осчастливить правильно а несчастные пытается тебя облить грязи поэтому здесь уже принимать или не принимать вот этот ваш выбор мой выбор не принимать потому что если я приняла это стало моим а если я не приняла ну значит это дерьмо остается с тем кто кто его носит и изрыгает ну как то так как справляетесь с агрессии осуждения я уже сказала очень мудрая спасибо здравствуйте что посоветуете ощущение что чувства между мной можем с моей стороны охладили и разрывать все не хочу но это вичу жить не хочу имею ввиду в виде долга здесь стоит пересмотреть все таки ваши отношения потому что иногда взгляд и и чувства в том числе а замыливаются с возгодами с возрастом и так далее и все кажется уже таким обыденным и таким известным что аж прям не хочется уже ничего хочется каких-то новых ощущений и так далее поэтому здесь стоит пересмотреть то есть посмотреть не с точки зрения вашей а с точки зрения вашего мужа вот приведу вам пример смотрите меня уж спокойный и вот сейчас даже был вопрос по поводу того что такой ли он перфекционист как я нет он не такой и я могла бы допустим и раньше так и было я могла бы сказать вот я это и другое 3 а ему ничего не надо он лежит там и так далее на самом деле если посмотреть с его точки зрения то по сути мне его даже порой жалко потому что с таким перфекционистом как я сложно жить реально сложно ведь он действительно не видит эти вещи и он в этом не виноват он такой но у него столько своих замечательных качеств за которые я его люблю ценю и которые порой мы не замечаем когда начинаем сравнивать себя со своим мужем и думать что я вот такая вот вся хорошая а вот у него это 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 и вообще поэтому здесь надо пересмотреть насколько вашему мужу комфортно ваши отношения насколько он терпит порой и где-то снисходительно относит относятся к вам в общем пористать альбом вспоминать вместе и освежить ваши чувства допустим куда-то вместе съездить вдвоем устроить и свидание не обязательно все время ждать от мужчины это ваш муж вы можете наравне с ним что-то предложить устроить какой-то сюрприз посмотрите как вспыхнут его чувства как глаза его начнут уже по-другому на смотреть что-то измените в себе и в подаче самое главное это подачи не обязательно там на себя надевать кружевное белье ведь важно это ваша подача ваша нежность ваша слабость где-то ведь мужчина мужчина вообще не любит когда с ними начинаешь вести себя как мужик здесь вот больше наверное подходит когда ты подойдешь положишь голову на плечо обнимешь что-то скажешь но больше нежности больше ласки больше доверия по мне именно так привет из германии вы лучшие спасибо смотрю старые выпуски дом 2 какая вы все-таки молодец вы все предвидели раньше я вас не дает с этим в 18 знаете сколько таких сообщений много это реально так действительно меня очень многие не понимали но я вам скажу я тоже там борщила бывало такое потому что на проекте мне кажется мне такая трансформация внутренняя произошла я стал еще больше любить и ценить свою семью на и не дай уже куда больше было но еще больше то есть вот для меня это вот это самое важное это самое драгоценное что может быть поэтому проект конечно меня перемолол мама дорогая вы прекрасны спасибо сохраните эфир поздно присоединилась хорошо как научиться вашему спокойствию я не знаю как научиться я в принципе изначально спокойно мне даже мама царство небесное рассказывала что когда я родилась я всегда была настолько спокойно что я ела и спала ела и спала и и мне даже приходила тетя моя она будила меня вот так вот за щеки трепала чтобы я проснулась все всегда спокойно и и в детстве я была очень спокойно но это не мешает мне быть очень энергичной то есть я спокойно но тоже время энергичная так что битва экзоросенсов на тенте это же все вранье как думать мое личное мнение что это полный бред это чушь это подстроены и так далее это мое мнение и не только моё как оказалось поэтому я в это не верю если мое мнение я в это не верю вы прям похорошели спасибо точно про мозг и мысли тоже идет из головы надо ли дочери указать на какие-то ошибки по чистоте уборки дома или промолчать знаете самое лучшее что вы можете сделать это показать все собственным примером когда вы наводите в доме порядок когда делаете это с удовольствием включили музычку что-то сделали вот прямо со вкусом и с удовольствием потом приняли душ на деле чистенький какой-нибудь халатик красивенький дочка когда будет это видеть не самой захочется и то же самое и самое главное ее территорию комнату оставьте ей вот пусть будет везде чистота и красота которые вы навели а ее комната это ее зона ответственности оставьте пусть она там наводит свой порядок свой собственный и неважно что там будет происходить это ее зона ответственности дайте ей эту возможность я думаю что вы собственным примером ей все покажете главное не просто не выносите мозг ребенку так приятно служить ваше мнение с какого возраста взрослые дети должны жить отдельно а здесь не может быть никаких правил здесь уже как вы воспитаете ваших детей как ваши дети в принципе себя ощущают в этой жизни кто-то уже с семнадцати шестнадцати лет может самостоятельно жить а кто-то и в двадцать пять никак не от маминой юбки не отцепится поэтому здесь уже зависит от детей могу сказать что делать чтобы они стали более ответственными и серьезными это точно не контролировать их постоянно жестко но присматривать давать им возможность сделать какие-то серьезные поступки доверять им делегировать им какие-то обязанности какие-то проблемы обсуждать с ними эти проблемы это точно потому что если мы будем отдеть детей держать в стеклянные кубышки и все проблемы решать они их не трогать вот потому что это детки это тоже не совсем верно потому что им вступать в эту жизнь и они должны видеть как родители справляются с проблемами и даже помогать в этом в этом нет ничего плохого очень ждала прямой эфир урарина александровна здравствуйте привет из украине обожаю вас вашу родину счастья вам и здоровья спасибо лилечка спасибо за прямой эфир привет молиться чтобы скорейше закончила война у нас украине зараза пекла с кем общаетесь по проекту но вот прям чтобы общалась общалась такого нет но поддерживаю переписку с некоторыми участницами в директе на кого-то подписано сказать что вот прямо такое общение такого нет но в принципе они все мне в дети годятся поэтому самое главное общение с участниками проекта это оля с ильей и маргарита с павлом вот они мои участники проект с которыми я общаюсь постоянно вы такая женственно очень мудрое спасибо жизнь показывает что самое главное в жизни семья это правда где вы черпаете энергию что вдохновляет вы знаете никогда не надо искать энергию извне вся энергия которая идет да она идет отсюда она у вас у каждого есть внутри и если вы самодостаточны если у вас гармония внутри в душе то тогда у вас и энергии будет просто масса вот вот все вы такая классная спасибо не всегда дети повторяясь за родителями это вам так кажется повторять повторять у меня даже тоже такое было я же не всегда такая была перфекционистка ну я да я была отличница в школе все но сказать что я примут порядок поддерживала еще что-то нет далеко нет но в какой-то момент гены сработали и началось так что все гены решают все гены пальцем не сопрешь наша красавица мудря спасибо а если у нее нет своей комнаты то у нее танечка обязательно должна быть своя кровать свой стол где она делает уроки и наводить порядок сумка в которой она носит учебники то есть хватает всего вещи которые она носит и так далее привет и щелкова привет из самары привет хотели бы заглянуть в будущее честно нет страшно боюсь какая милая приятность спасибо что делать когда ты родителям и родным только нужно когда что-то нужно так никому не нужна кроме мужа высказал плохая стала просто уже не выдержала может быть стоит тогда обратить внимание на свою семью и уже вот этот кокон охранять если не нужно если вы чувствуете вот прям так действительно ну тогда и не нужно стучаться в эти двери вот просто не стучитесь просто обратите всю свою энергию всю свою любовь на свою семью привет привет дайте совет как научить ребенка не бояться социума выходить из дома не бояться общаться с людьми в то же время не давить и не нарушать границы вы знаете дети могут быть разными бывают дети которые боятся социума есть такое ничего страшного в этом нет значит вы сначала зная что у вас такой ребенок сначала ходите с ним везде чтобы он а краем глаза видел что вы рядом чтобы ему было спокойно вот у него такая нервная система ничего в этом плохого нет не реагируете ни на какие замечания это только ваш ребенок и только вам нужно ему помочь в этом все потом пройдет потихоньку постепенно кого-то сразу а у кого-то вот так ничего в этом страшного нет все будет потихонечку налаживаться и контакты социальные тоже если моя вина в том что мой муж сквернословит и грубит женечка а у меня встречный вопрос ваш муж когда вы начали встречаться до того как вы вышли за него замуж сквернословим и грубил вы вышли замуж за интеллигента или вот такого который сквернословил и грубил но тогда вы это принимали вот вопрос такой здравствуйте здравствуйте анечка павел из москвы павел родился в москве но где-то в возрасте 8 или 9 лет его родители переехали жить и работать в англию и он уехал вместе с ними и вернулся в россию уже в возрасте 30 лет на доме 2 вы не нравились казалось обижаете женю оказывается нет вы супер женщина спасибо привет питер к жиль тольятти как начать снова верить людям и научиться быть счастливым научиться быть счастливым это когда ты начинаешь себя любить причем это делается настолько просто вот столько всяких проходит разных обучений курсов как стать самодостаточным счастливым и так далее но на самом деле все очень просто вы подходите к зеркалу смотрите на себя и просто не просто смотрите обидите что вам не нравится вам не нравится выражение ваших глаз вам не нравится как вы выглядите что не так у вас если вы себе нравитесь зеркали это особенно касается женщин потому что мы с вами девочки люди с антенками мы очень чувствительны и вот если мы себе нравимся мы сном летать если мы себе не нравимся у нас портится настроение все летит стартарары поэтому это важно если что-то не нравится начинайте с этим работать и меняйте и тогда все начнет нравится а еще нужно научиться замечать мелочи это тоже важно причем акцентировать внимание на положительном и позитивном искать это взглядом искать допустим выходите гулять сейчас особенно летом столько красивого кругу научитесь замечать это замечать красивые деревья красивое небо голубое красивые дома деток и так далее учитесь впитывать себя позитивное и красивое и тогда вы наполняетесь хорошим не то что там вот тут не так сел тут не так поехал кто-то там ногу отдавил еще вы негативом начинаете наполняться и потом этот негатив выплескивать старайтесь наполняться хорошим спасибо большое за совет всегда грубил а я не замечала женщина ну вот и ответ вы выходите замуж за грубияна а потом хотите чтобы когда он стал мужем и стал ласковым но не бывает таких чудес не бывает поэтому здесь выход один либо вы с этим меритесь как-то и продолжаете жить с ним либо вы расстаете с ним и ищите себе другого человека но по-другому никак вот он такой вы его таким выбрали менять человека исправлять бесполезно его либо принимаешь и любишь таким какой он есть и относишься к этому где-то с юмором где-то без фанатизма либо ты расстаешься с таким человеком если те не подходит ну коль вы вышли замуж и полюбили значит подходит такая мудра спасибо ташкент привет было ли у вас такое что ваш сын грубо разговаривал с вами как вести себе матери такой ситуации вы знаете у нас бывали какие-то моменты недопонимания с олегом было такое ну когда вот он уже стал постарше 15 16 17 лет какие-то моменты бывали но разговор он решает все я приучила своего сына к разговору то есть что с ним можно сесть и поговорить и он тебя услышит и я его стараюсь услышать и только меня должны слышать я тоже даже наслышит и если я не права я могу извиниться для меня вообще это не проблема если я чувствую что я не права я извинюсь вообще как нечего делать как вы интересны видите фирдовать почаще не хватает спасибо растам солнца всегда хорошо от вас отзывается благодарю спасибо очень приятно приятно слушать проводите почаще эфиры вы такая труженица умница очень обоит ли женщина мудра красит но у меня комплиментами забросали огромное спасибо или александр дайте пожалуйста лет мужчина очень часто манипулирует по любому поводу это как-то можно решить или лучше избавляться такого человека если это нарцисс манипулятор и абьюзивные отношения из них лучше уходить потому что такие отношения никогда никуда не приведут будет казалось бы что-то меняться в итоге человек манипулятор все равно будет манипулировать то есть он увидит что уже можно и продавит все равно поэтому манипулятор это это страшно правда что вы готовили на ужин я готовил на ужин сегодня а стейк из капусты с куриным фаршем под помидорками очень вкусные ко мне приходила приятельница я и угостила с йогуртом шикарно просто получилось очень вкусно я в stories показывала показывала посмотрели уже очень вкусное блюдо получилось юра мне вообще не привет не привередлива в еде единственное что он есть это каши он терпеть их не может он когда учился в киевском высшим военным инженером авиационном училище он сказал что я за пять лет настолько от этих каш устал что я их видеть не могу и поэтому каши я не готовлю к сожалению потому что я каши люблю но из-за того что юра их не ест ну как бы я тоже не ем теперь что делать если нравится свое лицо но не нравится своей фигурой и не исправить ну любую фигуру можно исправить и даже при помощи одежды в том числе грамотно одеваться подписаться на каких-то девочек вот я подписана была сейчас подписалась вот подписана была на девушку которая показывает как сочетать все предметы гардероба очень классный совет замечательный просто всегда можно подобрать под свою фигуру такой наряд что вы будете себе нравится постарайтесь просто учесть это вы супер спасибо израиль привет рязань тоже нравлюсь себе семья все хорошо но никак не найду работу что же делать найдется найдется и работа хорошая все будет хорошо главное в это верить если самая мудрая спасибо ларочка ирина александровна ушла от абьюза живу своей жизни все благодаря вам анжелочка возвращайтесь на марафон будем дальше продолжать кстати девочки у меня марафон стартует с понедельника воскресенье предварительно прямой эфир и на марафоне я каждый вечер вот так вечером выхожу и мы обсуждаем самые задушевные темы называется это вечерние посиделочки где мы с девочками разговариваем на разные темы именно вот такие вот жизненные интересные и вот девочкам многим помогает это вы говорите по-турецки немного кое-что понимаю у кое-что говорю но стараюсь я очень стараюсь говорить добрый вечер привет из питера гложет одиночество дочки вышли замуж осталось одно ощущение что никому не нужно может быть такое ощущение это знаете как называется в психологии синдром опустевшего гнезда это очень тяжелое состояние я помню когда у меня такое случилось я завела одну собаку потом вторую собаку сейчас мне уже 3 собака но слава богу я этот синдром уже пережила но это сложно сразу могу сказать здесь нужно постараться найти себя найти что-то для себя научиться опять жить для себя мы когда рожаем детей мы начинаем жить для детей для детей для мужа для семьи и когда остаемся вдруг резко раз и одна ощущение такое очень неприятное потому что ты все время как будто всем нужен ты все время всем должен а потом раз и наедине сам с собой вот в этот момент нужно опять вернуться к себе обратить внимание на себя и начать пить своей жизни сильная смелая как левизь белая это мы благодаря вам это правда а как вы относитесь к вегетарианство ну честно говоря спокойно то есть это выбор каждого я не могу сказать что я там негативно отношусь или так далее я могу допустим позволить себе питаться только овощами или фруктами несколько дней но потом я все равно ввожу животные белки я мясо хорошо отношусь и к рыбе тоже в плане подбора одежды действительно все можно решить ваша оля говорил наоборот если что-то семья не с почему я это есть не должна и готовила себе то что нравится ей ну я наверное менее категорично в этом я больше подстраиваюсь под мужа то что любит он я могу написать вам личку конечно как вы мне нравитесь перед санкт-петербург а как мне виктория нравится санкт-петербург я очень хочу туда приехать где-нибудь в июне посмотреть на всю красоту вашего прекрасного города меня мама там училась в институте культуры у меня до сих пор фотографии ленинграда не санкт-петербург а ленинграда черно-белые фотографии где мама на фоне там разных достопримечательностей со своими подругами студентками очень много таких фотографий и тогда уже когда я была маленькая нам не рассказывал очень много про ленинград и про его красоту восторженно так что у меня мечтал съездить в петербург побывать везде вот где только можно и на все это посмотреть очень красивая даже на пляже спасибо огромное вы так помолодели со времен реалити спасибо спасибо за ответы вы приятно располагающий человек очень тяжело на пенсии потерял интерес к жизни не знаю как взять себя в руки пенсии тоже не приговор пенсия это начало новой жизни это когда ты наконец-то начинаешь заботиться о себе и у тебя столько свободного времени что можно очень много всего успеть что-то начать делать обязательно нужно вам нужно общение вам нужно что-то начать делать вот сейчас я знаю очень много всяких разных бесплатных проектов это которые делают социальные службы это обучение на компьютере работе допустим обучение какому-то творчеству либо занятия совместно зарядкой либо какие-то прогулки пешей совместной собираются люди такого же возраста начинают общаться появляется какой-то интерес какой-то огонечек зажигается общение решают эти вопросы вам обязательно нужно это сделать потому что одиночество убивает сначала одиночество тоска потом болячки всякие ну зачем вам это нужно жизнь так прекрасно вы часто сидели с внуками несколько дней порядка да не были совсем маленькие ну конечно конечно как пережить уход мам очень скучаю грущу это очень сложно пережить это очень такая тема щепетильная я нашла себя в том что я ходила в церковь я молилась я думала об этом разговаривала с самым родным человеком это моя сестра мы как раз вот две сестры и вот когда мама ушла мы очень часто с ней на эту тему говорили и друг друга поддерживали приезжайте встретимся с удовольствием прям залипла на ваш эфир вы так говорите успокаиваю спасибо или на александрова как интересно слушать вас спасибо вам как хочется вами попить чай слушать бесконечно будьте счастливы когда живешь на море она не надоедает нет море не может надо есть это это невозможно это же как вечно прекрасная петель это сказка мой дедушка оставил завещание получить образователь только санкт-петербурге поэтому до сих пор учусь пенсии это жизнь у нас два часа ночи иркутск наверное я одна такая сова залипла нарина александровна спасибо как вы мне нравитесь привет из палатского посада спасибо анечка символ один привет сабина наш вдохновитель ирочка спасибо я с тремя детьми с ума схожу без помощи муж на трех работах я одна свекров рядом на не помогает это единственное внуки надо сижу и плачу смотрите эта ситуация очень знакомая здесь ваша зона ответственности и если вы плачете от того что рядом с вами ваши трое прекрасных детей то это говорит о том что вы на это смотрите со стороны что это тяжело а если вы будете смотреть на это со стороны что это так здорово что у вас детки любоваться этим и наслаждаться счастьем когда они маленькие и что никто не поделится вами эту любовь и радость вы рядом только вы и только вы можете дать им все самое лучшее то тогда будет все по-другому восприниматься все же зависит от того как вы это воспринимаете если это прям груз и тяжесть то хочется разделить это с кем-то а если это счастье материнство что вам нравится это вы выстраиваете отношения сейчас с вашими малышами которые потом дадут плоды во взрослой жизни если сейчас для вас это тяжело то потом когда они вырастут им будет тяжело с вами вы будете для них уже обузы которые захочется между собой разделить это так работает поверьте мне поэтому старайтесь сейчас наслаждаться этим временем оно так быстро пролетает очень быстро даже не успеете оглянуться как ваши дети уже упорхнут из дома слушаю ответ на свой вопрос и плачу спасибо вам огромное и меньше переживайте за злых людей волгоград привет любим вас привет нас час ночи я тоже залипла просто люблю вас спасибо я тоже живу на море в англии каждый раз радуюсь что могу видеть море в любую погоду вы викторию макарту лично не знаете нет не знаю вы всегда именно женщина красивая ухоженная нарядная манкая благодарю вас насти я вас знала с дом 2 вот так изменились помолодели пить алкоголь шампанское крайне редко до бывает особенно здесь на море когда вот в гости приходишь или к тебе приходят здесь как-то чаще это происходит в россии такого нет мы практически все вообще не знаю в россии мне кажется вообще не пью нам там 2 не хотите вернуться ни в коем случае казахстан всегда вам пишу с родины привет спасибо огромное сколько лет с вами уже родные спасибо что вы есть караганда привет сколько у вас время на время 9 часов вечера я уже час в эфире хочу попрощаться с вами еще рассказать девочки те кто потерял смысл жизни те кому тяжело те которые хотят найти единомышленников те кому хочется тепла и вот таких вечерних эфиров жду вас на марафоне пишите мне в директ и каждый вечер мы с вами будем вот так сидеть и общаться а сейчас я вас всех обнимаю желаю вам доброй ночи всем всем хорошего хорошего настроения и обязательно еще выйдем эфир я вам обещаю всем пока воскресенье день чудесный и время провести с семьей и конечно же отдохнуть какие у вас планы у нас планы побывать на море поплавать в бассейне а вечерком включить кион и посмотреть новую комедию убойный отпуск действие происходит в отеле в турции это курортная комедия там очень много помимо солнца моря и пляжа очень много ссор интриг и интересных приключений ну и конечно это поклонник жены так все спойлерить точно не буду включайте кион и смотри а и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сильная, смелая, как лебедь белая Я становлюсь на крыло Сложно ли просто ли с зимами, веснами И всё, что болело прошло Доброе утро! Вчера написала про цикад У меня знаете, сколько людей написали? Хочу послушать! Ну что же Выполняю! Идём, девчонки, слушать цикад Слышно, хорошо? Ох и жара уже, чувствуется прям пекло Вода в бассейне теплющая, так что идём сейчас завтракать и плавать Пойдём выгуливать хвостиков наших Смотрите, как Франджи Пани уже выросла, распустила дерево Вегенерилия у нас тут так цветёт красиво Мне так цвет нравится очень Ну и, конечно, газон Смотрите, под моим чутким руководством Садовник стрижёт так, как я говорю, и всё Здесь розочки у нас цветут вовсю Всех цветов радуги уже Манго мне сказали, что это щитовка, будем лечить Подрастает уже гранат Это авокадо И вот здесь вот посадила, посмотрите, канну, как она подросла Здесь четыре камни разного цвета Здесь мы ещё будем выкладывать камушки Закрывать геотекстилем И здесь у нас, посмотрите, какая лепота Божечки Это что за красота такая? Та-дам! Ну что, идём дальше? Звук воды Звук спекат Когда вода, всё не так раздражает звук спекат на самом деле Здесь у нас пришлось удалить кипарисовик И мы нашли змеиное гнездо Потому что он ядовитые змеи и шкура была сброшена Садовник показал Представите, прям под кипарисовиком земля была Божечки А что здесь у нас? Смотрите, как цветёт Красота какая! А это уже отцвело, всё надо будет удалять Но очень много соцветий новых Так что Красота, лепота И здесь тоже Смотрите, какая прелесть Чудо! Чудесное! Лимончики подрастают тоже И мандаринычки подрастают И мандаринычки подрастают Клубничка у нас спеют прям хорошо Грядочки такие в воздухе И здесь тоже Огурцы растут И жир И немного рост Карочка наша раз чудесная Я вчера купила вот такие вот столбики от змей Сюда батарейки вставляются Так что будем Расставлять по участку Написано ещё От муравьёв, от змей и от мышей Так что пробуем Кто там ягодки ворует? Это я! Ты завтра приготовил? Готовлю! Огурчики висят Но в этом году как-то они слабенько В прошлом году лучше были Ну, хоть что-то есть А это наш урожай базилика Буду заготавливать Ой, кто это у нас тут ползет Смотрите, какой букетик с утра Поехали! 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 Поплавали в бассейне. Бассейн теплющий. Пока плаваю, смотрю на сад и сразу принимаю решение, что нужно сделать. Смотрите, как классно. Цветет гибискус. Желтый, правда, перестал цвести, но набрал свет. И это уже хорошо. Вот, видите? Потому что он очень давно не цвел. А вот розовый цветет замечательно. И красный тоже. Включили вечерний палит. Мне кажется, что я даже чувствую, как дышится красота. Персик, смотрите, как подрос у нас прям. Орхидеи растели. Сейчас ключик здесь полив сразу. Немножко подровняла. Китовник, розы. Почистила каны. Сейчас Юра полив включит. Смотрите, как у меня канна новая уже скоро засветет. Интересно, какой цвет будет. Все, включили полив. Благодатная влага. Преклама. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я еду на пляж. Для того, чтобы не пугать людей, мне придется закрыться полностью. Поэтому я надеваю вот такой закрытый купальник. А чтобы еще и руками обнаженными своими не испугать людей, я надену сейчас купальнику и еще тунику. Ну, надеюсь, теперь я точно никого не расстрою, что я вышла на пляж и вот в таком виде загораю и купаюсь. Благо, что через этот купальник проходит загар, этот купальник с СПФ. Это не реклама. Купила я его давно уже, больше года назад. Но вот для особо нервных дам, которые не могут перенести мою красоту в моей старости, вот для них, наверное, придется вот так ходить на пляж. Идем гулять по вечернему саду, потому что сейчас цикады молчат. Вы слышите? Красота. Гуляем. Как тут наша гортензия поживает? Вау. Зефирки мои. Вот так вот у нас люстры на солнечных батареях. Прекрасно. Очень удобно. Кстати, давайте зонтик включим с вами. Вот так. Класс. Пассейн я включила. Подсветочку. И любуюсь хожу. Мои лица теплые. Смотрите, как удобно. Можно полежать, отдохнуть. Сейчас пойдем с Юрой поплаваем. У нас уже прям ночь-ночь. На самом деле, Оля сейчас присылает видео из Москвы. Там все светло. У нас ночь. Гибискус розовый. Красивый. Макровый такой. Красивый. 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 Классно. Тихо так. Красивый. 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 доброе утро я с утра уже съездила в аэропорт отвезла или нос николаем наших сватов они улетают в лондон а сейчас идем в сад послушаем немножко цикады я уже честно говоря привыкла к этому звуку посмотрите какой газон в этом году вот так себя ведет клевер если его не стричь коротко коротко то газон не выгорает как я и говорила мы конечно мне хочется показать вам новую камню которую мы с юрой посадили просто посмотрите я такого чуда просто не видела это вот один лепесток окрашен в половину такой оранжевый цвет половину такой тигровый очень красивая камня здесь желтый цветок и листья такие очень красиво прям вообще вообще ну и наша зефирка необыкновенная так как и полива утреннего просто благоухает франжипани подрастает уже выше моего роста какие цветы потрясающее растение очень красиво многие просят показать арку арка немножко бросла вот будем оравнять завтра с садовниками но очень красивая помните как мы ждали когда нас растет и как она сейчас выглядит белая бугенвилия встретилась с розовой здесь у меня другой сорта генвилия гранат подрос очень хорошо авокадо потрясающе подросла и вот какая стала у нас оливка сейчас я вам покажу какая она была вот посмотрите жасмин тоже разросся тоже нужно подравнять а пальма доросла уже выше второго этажа уже в ней спальню и хорошо видно идем смотреть на гибискусы гибискусы стрелиться тоже хорошо растет листочки новые дает вот они гибискусы розовый махровый желтый и красный лимончик и лимончики тоже стрелиться это вот так хорошо пошел на мандарин все новые листочки помните как я его лечила все укоренился и мандаринчики подрастают папайя развивается замечательно сегодня вот этот плод давайте сорвем вот нужно будет разрезать кумкват прекрасно тоже сочувствовать в общем светится и пахнет несмотря на 38 градусов жары полив все-таки дает плоды это у нас апельсин тоже много листочков новых огурчики персик который просто никак не мог проснуться проснулся и отлично себя чувствует маракуйя много прям много а это малина кстати маракуйя смотрите вот она спела уже елочка сколько много плодов очень много что у нас расцветается рост такая оранжевая елена в саду хорошо очень хорошо здесь нужно сейчас позавтракать удобно то что из кухни выход сразу здесь столик и вот здесь у нас овощи растут базилик лавровый лист хорошо что присединили перголу машина в тенечке стоит такой мини гаражик получился архидеи практически ничего не делаем просто стоять раз и расцветить потрясающе это розмарин это лаванда кустик разросся уже орхидея кустик меня ждал из аэропорта да да смотрите какое себе салатик соорудила здесь киви апельсин папайя и маракуйя какой салатик замечательно получился аэрогриль где девочки здесь у меня готовится курочка здесь картошечка сразу две чаши первое приготовление а здесь я бульончик готовлю как вписалась на кухню правда как будто тут и было мы встали с юрой пораньше едем на море искупаемся потом приедем и я лечу в аэропорт лечу просто на парусах потому что прилетает моя подруга с дочкой и и в течение 10 дней я думаю что у нас будет масса приключений потому что с мариной по-другому не бывает мы приехали на пляж алагаде это черепаший пляж очень классный пляж мне очень нравится аэропорт и иду встречать я подарю тебе лон души это увлекательный был аттракцион так еще никто не гулял как я и голубой фон ой это наслаждение хорошо я в раю это рай господи Юрочка иди ко мне Юра тебя прославят Юрочка Юрочка привет ну-ка сними-ка нас не по очереди а двоих Юрочка снимай нас снимай нас пускай телефон снимает Юрочка мы плывем снимай нас Юра кто быстрее давайте давайте кто первый даст фору ой 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 балдеешь балдеж балдеж теплая водичка ой балдеж я подарю вам ландыши от души от души от души от души ой я не могу все ну ну просто русалки просто просто синхронное плавание какое-то ой хорошо музыки надо люденькую сюда Bianца реклама ой 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 Продолжение следует...